Судья. Готов бояться. Готов бояться. Ну что, главное событие сегодняшнего вечера. Весовая категория 66 килограмм. Замир Мамедов против Айдара Гайнулина. Да, не просто так Тимур именно представляет это все главное событие. Тимур, объясни, почему? Да, боксировал с двумя ребятами на голых кулаках. Скажу так, Замир очень плотно бьющий парень. Очень крепкий, видно по его дождь телосложению. Сухой. И такой темповик давления. Айдару удобно вторым номером работать. Посмотрим. Айдар базовый боксер. Замир кикбоксер. Ну, пока Замир, мне кажется, больше попал. Да я вообще бы сказал, что очень быстро. Да, очень. Столько движений на ногах и вот такие попытки зарядиться на удар. Очень хорошо. Ну, Замир тяжело бьет, вот скажу. Как есть. Хотя и Айдар тоже, вот, мастеречка на лбу не даст соврать. Не, ну, вроде это полусредний вес, 66 килограммов. Но мне кажется, велики перспективы, что этот поединок не пройдет всю дистанцию. Ну, да. Совершенно без разведки. Без разведки, да. Что нам, в принципе, нравится в таких боях? Потому что, ну, ребята не искушенные боксеры. Поэтому, да, когда они зарубаются, это интересно. Скажу еще так, Замир работает, такая именно темп, темп давать бить. Постоянно, постоянно он висает над соперником, напрягает. Просто вопрос в том, что 4 раунда по 3 минуты, хватит ли дыхалки, понимаешь? Потому что на 1 и 2 уже боксировали на харкор-боксинге. Да, да, Айдар даже 2 раза, по-моему, боксировал, а у Замира 1-0. Вот еще. Сейчас хорошее попадание с правой руки было от Замира. Да, Айдар боксировал с Туманьяном, да. Сейчас непросто, непросто. Мне кажется, в таком состоянии Грогина находится Айдар. Да, но я, насколько помню, вот оба бойца такие крепкоголовые. Да, терпеливые, терпеливые. И 1 и 2 терпеливые. Посмотрим. Ну, вот у Замира так вот визуально кажется колотушка прям. Очень мощная, я скажу вам, да. Представляю, как было принимать по лицу удары-то голым кулаком. Если в перчатках так-то неприятно, наверное. Ну, моя работа на ногах позволяет. Да, Тимур, в принципе, старается не принимать удары. Я стараюсь больше отдавать. Но пока первый раунд Замира, мне кажется, в одни ворота забирает. Да, он давит и наносит. Ну, смотрите, когда дрался с Гором Туманьяном, Айдар тоже проиграл первые два раунда. А вторые два вытянул. Я помню этот камбэк. Очень, очень круто было. Поэтому давайте не будем никого со счетов списывать. И просто посмотрим красивую зарубу двух кулачников, двух топов. 66 килограмм. По правилам бокса, да? По правилам бокса. Ох, вновь попадание от Замира Мамедова сейчас. Представляете, если столько попаданий на голых кулаках было бы, что было бы вообще. Мне кажется, врач остановил бы уже. Да, там лица были бы. Ой-ой-ой. Не услышал, не услышал. Извиняйся, Замир. Такой, я знаю, что в Америке зарил не специально. Да, воспитанный парень. Потому что такой, на самом деле, очень приятный человек жизни. А в ринге серьезный агрессор. Ну, мы это видим, да. Могу охарактеризовать так. Закончился первый раунд. Да, без разницы мы начали поединок, обмениваться ударами. Мне кажется, вот в этом обмене... Замир выглядел предыдущий. Да, значительно. Он Замир навязывает свою работу просто. И все. Нет, у нас был опыт. И где надо перекрылся, где надо накинул. Все четко отработал. Мы вспоминали, что у Айдара открывается, скажем так, второе дыхание. Да, бывает. Он может в третьем, четвертом раунде все наверстать. Поэтому пока каких-то далеко идущих выводов мы делать не будем. Но констатируем, что первого раунда, наверное, занят... Сейчас столкнули меня небольшой головой не было даже. Еще хотелось бы отметить, что Айдар на самом деле тоже парень характерным. Я думаю, будет идти до конца. Сто процентов. Тут сдаваться никто не будет, однозначно. На самом деле, в таком темпе будут работать ребята все четыре раунда. Меня более чем устроили. Секунданты. Мне кажется, после этого раунда немножко темп сбавится. Вот сейчас второй раунд пройдет. Второй раунд. Темп прибавится. Установки в углу, наверное, были тоже сказаны. Ребята, посмотрим. И вновь резкое начало. С самого начала раунда уже много Айдара. Да, Айдар тоже начал сам работать. Размен, ух ты! Айдару нельзя вот разминуть. Мне кажется, он отжибали просто тыкать, тыкать, тыкать и вторым номером отработать. Пока он раз за раз. Да, зачем этот размен идет, я понять не могу. Для чего? Потому что в этом размене он раз за разом выходит непобедителем. Ну да, надо просто, блин, он умеет, он техничный парень, он умеет боксировать тоже. Но сейчас вот не получается. Да, не получается, а еще знаете, когда ты удары пропускаешь, ты от этого тоже устаешь очень сильно. Да, сто процентов. Ты больше устаешь даже, чем сам, когда работаешь, чем сам, когда бежишь. И психологически это очень влияет сильно на тебя. Начинаешь закрепощаться, где-то, так скажем, терять некую уверенность даже в своих силах. Инстинкт самосохранения начинает просто работать. Да, тем временем Замир идет вперед, нависает над Айдаром. Можно на корпус даже попробовать, мне кажется, Замирю. На голову уже прикормил. Вот, смотрите, ручку правую поднимает Айдар. В защите. Мне очень нравится, как Замир дистанцию чувствует. То есть, когда нужно сокращает, идет за руку, потом... Выходит, да, и выходит, да, просто. Да, интересно, что он заходит еще именно с боковым передней рукой, не с прямым ударом, не с джебом. Он с боковым заходит все время. Сейчас хорошо по корпусу, услышал он Тимура. Да, вероятно, замечание, потому что обоим не хватает работ по этажам. Как-то нацелен на донесение вот этого одного удара. Айдар, как будто, вы смотрите, встал, чуть скорость подбавилась. Подустал, подустал. Да, нахапал, нахапал ударов тоже, блин. Немало, немало ударов. Чувствительно удары пропустил Айдар. До 66 килограмм Замир очень мощно бьет. Да и выглядит он, быть, здоров. Да, посмотрите. На самом деле, да. Хороший джеб сейчас был. И правая рука тоже вставлена от Замир Мамедова. Как мне перед Замиром, перед боем Замиром, мне говорят, да на его теле, говорит, анатомию изучать можно. Да, действительно. Сухой весь такой, прям жилистый парень. Очень физически, да, одаренный. Такая у него конституция тела, да, что хорошо все отчетливо видно. А теперь Айдар пошел первым номером атаковать. Да, но натыкается раз за разом на правую руку. Да, Айдар просто отпустил голову и прямыми руками атакует. Тяжело дышит очень Айдар. Да, и один и второй, сказал бы, что подустали уже все равно. Уже все-таки Айдар побольше подустал, так слушай, сравнивать обоих. Сейчас дотянулся, дотянулся Айдар и чуть накидывает, накидывает удары сейчас. Неприятно Замир устало-то. Это то, о чем мы вспоминали, про датарбэк его. Ух, Айдар как кисти, теперь еще более интересно, что мы в третьем раунде. Итак, да, интересно, два раунда у нас были, но в очень хорошем темпе ребята боксировали. Да, и концовка прям такая была, переломная. Интересно, что будет в третьем раунде. В футболе говорят гол в раздевалку, да? Вот как будто бы что-то из этого. Я бы сказал, размочил счет, то есть, знаешь, например, команды слушают футбольные параллели проводить, только одна команда выиграет 2-0, контролирует в первом тайме происходящее на поле, и в какой-то момент команда выходит в одну успешную атаку и забивает один гол в раздевалку, да? И потом, возможно, переламывает счет, и это выливая победа. Все может быть. Да, но мы просто предвкушаем, что будет в третьем и четвертом раунде. Я думаю, что это прямо придало сейчас такой уверенности. И как будто бы, наверное, сил больше должно стать у Айдара после такой удачной атаки. Психологическая, да. Да, потому что в втором раунде скрылось впечатление, что что делать, что делать, слишком много повоза. Не пошел, пошел вперед, Айдар, мы видим. Почувствовал, Айдар, что Замир подустал и пошел вперед. Да, на кураже, на кураже от той концовки до сих пор. Айдар. Ух, сейчас пропускает. Отличный боковой от Замира и вставляет правую руку теперь Замир. Да, Замир не собирается отдавать этот поединок. Да и Айдар тоже, я понимаю, не горит желанием это делать. Да, Ангелин, наступай внимательно. Сейчас вот началось такое. Шесть минут прошло, читай, кулачка. Начался бокс. Еще шесть минут бокса. Поддавливает, поддавливает Замир, даже так выдергивает. Хорошо, хорошо, сейчас пробил. Сценарий первого раунда и начало второго, когда действительно Замир занимает центр ринга, поддавливает оппонента канатом и доносит два-три удара за комбинацию. Айдар пока принимает больше всего. Кажется, Замир надо чуть по корпусу поработать, когда бы Сасич попался правой. Да ни одного не работают по корпусу вообще. Сказал, больше работал у дяди Саши Сидорина с этим клинчем. Ух, встречное попадание. Ну, в этом раунде Айдар попадает больше, чем обычный, я бы сказал. Да, Игорь, вот концовка второго раунда. Правая на правую оба. Как замотивировал. Наоборот, конечно, Замир в этом раунде. Все, верно ему круги своя. Не, не знаю, Замир выцеливает сейчас больше. Понимаешь, что ловит моментами. Игорь вставляет правую руку Замир Мамедов. И еще раз. Очень-очень тяжело уже бойцам. Когда Замир почувствовал, что правая заходит. Ой-ой-ой, какая попадание с левой руки. Правая Замир нащупал вроде. Как будто не форсирует событие, да, Замир, несмотря на это попадание хорошее. Насыпает, насыпает по чуть-чуть. Наверное, сил уже не так много тоже. Да. У обоих, да. На морально-волевых ребят. А им еще четвертый раунд, если бой, конечно, не закончится в ближайшее время. Сейчас, смотрите, Айдар тоже в серию провел. Айдар натыкивает. Да, 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 пытается возвращать. Ну, то же количество, знаете, накидывает. А Замир на силу пытается. Накидывает, накидывает Айдар и по корпусу, и по голове. Дышит хорошо, молодец. Айдар молодец. Работает, работает. Вот, подвигнулся с надежным глазом. Как будто тебя слышат, да, у вас какая-то связь. Концовка, концовка раунда. Насыпает, насыпает Айдар. В канаты загоняет он Замира Мамедова. Ну, слушайте, очень интересный раунд. Закончился третий раунд. У меня такая ситуация, что если по количеству ударов, то преимущество у Айдара. Вот именно по урону, по, не знаю, вот этому силе удара, то у Замира было несколько попаданий, которые действительно потрясли. Ну, так я скажу, начало раунда Замира Мамедова и середина. Концовка Зайдара. Да, концовка Зайдара, да. Да, вот что-то вот. Ну, тогда если суммировать твои слова, то получается Замира Мамедова. Ну, как будто бы да. Да, как будто бы да. За Айдаром была концовка, потому что мы смотрим по концовке, у нас на психологическом уровне остается. Запоминается больше. Запоминается больше, да. Так вот, говорят, у профессиональных боксеров воровство раунда. Зайдар забрал, и раунд может выйти. Ну, в середине раунда Замира хорошо провел атаку, что Айдара повело. Да, повело, да. Можно было развивать. Последние 30 секунд за Айдаром осталось. Секунд до Заре. 2.30 я бы отдал полностью на мир. Офигеть. Мы уже смотрите, насколько мы профессиональны. Мы даже посекундно разбираем, да. Шикарно. Приходится. Финальный четвертый раунд. Да, ну это вот, короче, раунд чисто на морально-волевых. Да, потому что будет рубка на открытых курсах. Курки с открытым забралом. Мексиканская, да? Давайте назовем вот раунд выжить. Стоп! Стоп, парень! Знаете, такой момент, когда ты устал уже, дышать не можешь. Это секунда, это время так долго идет, и ты как будто бы вечность сейчас на зло в этом ринге. Как на зло. Не мы бы на ринге находимся, мы же наблюдаем. Да, мы сидим из опа, хорошо ли вы боковой. Не, ну начали неплохо. Да, начали неплохо. Сейчас посмотрим 40 секунд, я думаю, потом снова устал. Айдар идет вперед сейчас, несмотря на то, что не всегда даже бьет у пара. Айдар, на самом деле, хоть у него немножко такая неудачная полоса в карьере сейчас идет, но я скажу, этот парень с характером. Он очень крепкий, не ступчивый. Да, он молодой, да, рано или поздно он своего добьется, главное не сдаваться и идти вперед, он считает. Сейчас неплохо зацепил. Вот, Замир, вот, руки подними! Все, вот она усталость. Да, 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 но вперед идет Айдар, сейчас разворачивает его Замир и Айдар у канатов. Ну, все-таки, насколько мощнее удары, конечно, Замир, это по звукам слышно. Ну, Айдар это не смущает. Не впустую. Не, правильно Тимур сказал, что парень с характером похвален. Но как иначе, в кулачке, мне кажется, без характера нельзя выходить в принципе. Да, кулачка психология очень важна. Очень сильная, я считаю. Слушай, да и в боксе, мне кажется, в любом виде для наборств психология играет важную роль. Если ты боишься без характера. Просто скажу, нет, это да, конечно. У нас в зале написано, кто сыт, тот гибнет. Но ссать немного надо. Ну, блин, я скажу по себе, если я перед боем не волнуюсь, я плохо дерусь. Если у меня нет волнения, если я, блин, как-то себя, не знаю, даже не передать как-то. Вот, на усталости, прям на последнее. Не за мир загорает. Прет, вперед, Замир. Айдар отвечает. Айдар рассыпает. Уже, блин, уже, блин. У тебя просто ели. Да, отходим, в другую сторону смотрят, правда. Даже сил уже поднять руки до обороны нет. Есть секунд, концовочка. Да нет, легко сыпь тоже. Нет, это драма, я за мир отдал. Эти ребята просто, действительно, вот если есть выражение отдать все себя, они это сделали сегодня. Уже, блин. И Айдар идет вперед. Айдар идет, вот, вот, я. О чем я говорю. Находят скрытые силы где-то в себе, там, не знаю, из какого-то сундука вытаскивают. На самом деле, такие два раунда, ну, первые два раунда, да. Айдар опасен до последнего, на самом деле. Блин, представляете, сейчас если накдаун будет, то все сильно подняется, да, ну, очень сильно. Это красная ситуация, Владик, более-менее все под контролем, а в концовочке выходит можно. Все, концовка, концовка, и насыпает Айдар вновь. Опять концовку Айдар забирает, ну. Да, ну, нет, спасибо, молодцы, ребята, ребята, молодцы. Обнялись так по-братски тоже сейчас. Как будто бы, как и в прошлом раунде, вот такая ситуация, знаешь. Типа начало за замером, а концовка явно за Айдаром. Ну, да. Интересно было сейчас понаблюдать за решениями записками, да. Будем внимательно слушать. Нам же, в принципе, можно предположить, да, и рискнуть отдать кому-то победу, пока ребят снимают от мерчатки. Но я думаю, все-таки поднимут руку за ним. У меня есть такое предположение, хотя я могу ошибаться. А ты, Володь, что думаешь? Ну, наверное, наверное, соглашусь с тобой, но особенно вот учитывая первые два раунда, да, опять же. Ну, а тот поединок, где, там, не знаю, преимущество, никого из них нельзя назвать деминирующим, ревалирующим. Да, просто в каких-то моментах и по плотности удара, и еще в каких-то других составляющих, наверное, за мир был предпочтительнее, но... По количеству ударов Айдару. По количеству ударов Айдар, конечно, очень много насыпал. То есть, будь это, например, любительский бокс, наверное, все-таки можно было бы посчитать по-другому. Ну, да. Но, опять же, будь это любительский бокс, в каких-то моментах уже могли бы остановить бой. Да, да, я согласен. Почему мы тут непонятно. Рефери стоп-контест сделали, да. Интересно понаблюдать сейчас за решением. Ждем. Осталось совсем недолго. Тем временем, да, выходит в ринг. Единственное, что, конечно, заметил, ребятам тяжело все-таки перестраивать с кулачка, бокс. Вот этот четвертый раунд, он как будто для них обоих был лишним. Да, 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 да. На морально-волевую был очень тяжелый. Тут два раунда, получается, как весь поединок. Боксеры на середину. В принципе, что Тимур нам и говорил. Все, друзья, слушаем решение и смотрим главное событие. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке, пройдя всю дистанцию после четырех раундов бокса, единогласным решением судейской бригады победу одержал Замир Мамедов. Замир, друг мой, ну вот мы с тобой опять и встретились. И очень приятно тебя встречать именно с твоими победами. Скажи, как тебе вообще поединок? Всех приветствую. Сами все выделю. Было нелегко. Благодарю своего соперника. Он достойный воин. Благодарю свою команду. Витя Самара, Веткина, Василия, Данила. Я благодарю всех, кто пришел к компанию «Хардкор». Своего менеджера Виталия Тарасова. Я устал, ребят. Речь не готовил я сейчас. Готовил бой. Всем спасибо. Слушай, ну вот самый главный вопрос. Скажи, какой раз мы видим у тебя... Всем спасибо. Ну давай, Замир, все, удачи. Кто такой? Простой сказался или что? Болезнь была перед боем. Наверное, скорее всего, она. Готовился я. Но за неделю-полторы заболел. Всю неделю болел. 38,9. Ну это как бы, ну не знаю. Походу... Я в поздних раундах включаюсь. Мне, походу, надо 6 раундов драться. Первый, второй почему-то по жизни как-то отдаю. А третий, четвертый уже включаюсь. И походу мне надо на длинную дистанцию. Но я считаю, что этот бой... Можно подать апелляцию. Потому что я уверен, что первый раунд забрал. Второй, ну прям капец как равный, можно сказать. Третий, четвертый, я считаю, за мной. Если пересмотреть и подать апелляцию, я думаю, другой исход будет на самом деле. А так, всем огромное спасибо Хардкору, что верите в меня. Я сильнее начинаю себя верить еще. Этот бой доказал, показал мне то, что, ну... Я считаю, что я выиграл на самом деле. Как бы не в обиду за миру. Очень сильный боец, очень хороший. Так, хочу сказать, всем огромное спасибо лиге, кто работает здесь. Все тигры молодцы. Башкортор, Алга скоро о моем народе узнают многие. Всем большое спасибо Майнтогорску, Адлеру, всем пацанам уфимским. И вам огромное спасибо за такую лигу просто лучшие. Вам спасибо, парень. Кстати, реально, вот сколько у меня боев было, и многие пишут в комментариях, бонус вечера, бонус вечера. Реально, многие вот в комментариях почитайте, где мои бои. Все реально пишут это. На самом деле, сколько боев было, вот только в Гран-при я дрался, остальные все мои бои, все главные, главные бои. И реально в комментариях пишут «Айдар, цыган, бой вечера», «Айдар, золотой, бой вечера». И думаю, так же будут писать в нашем комментариях под нашим выпуском с Кремнием. Потому что бой вечера – это точно наш. Чеки всегда распределяют наши рекламодатели и на конференциях, а не после боя. Потому что в вашем карте будет еще как минимум один бой и еще. В следующих кардах у нас противостояния, которые могут оказаться не менее яркими. Вам спасибо, парни. Спасибо, парни. Спасибо.